Про оппозицию я хотел вам, еще есть у нас немного времени, показать интересный ролик, потому что очень интересно развивается ситуация в отдельном взятом районе Московской области, где оппозиция победила и пришла к власти. Это Красносельский район, вы знаете, что несколько районов в Москве, где большинство взяли независимые депутаты, но именно в Красносельском районе, там прямо Илья Яшин возглавил муниципальный совет, он провел своих же сторонников, и у них прям такая вот политическая линия очень четко. Они прямо говорят, что мы против Путина, мы движение «Солидарность», мы боремся с этой властью, но в этом районе мы и есть власть, а оппозиция у нас меньшинство. И, ну, естественно, Единая Россия, Собянин, Раков, они же не могут успокоиться, они создали специальное движение, которое так и называется «против Яшина». И они проводят пикеты у него перед муниципалитетом, это очень интересно смотреть, и вот любопытно посмотреть, как и должно работать. Ну вот пришли к власти, есть какая-то оппозиция, какие-то путинцы, ну вот есть они, ну эти, скорее всего, там деньги получают проплаченные, ну, может, не проплаченные. Но в любом случае, очевидно, есть в Красносельском районе люди, которым Аяшин не нравится, и они сейчас просто врываются к нему в муниципалитет, они срывают эти собрания, ну, пользуясь тем, что милиция их поддерживает как-то неформально. И вот давайте просто буквально несколько секунд, 55 секунд о том, как же нормальный политик, пришедший к власти, разбирается, как он подавляет оппозицию в своем районе. 55 секунд. Коллеги, на этом практически исчерпана подъездка, остался пункт разный, есть ли какие-то предложения в пункт разный? Петр Григорьевич, может, у вас какие-то предложения в пункт разный? У меня есть вопросы, которые бы я хотел вам задать. Ну, в рабочем режиме. Хорошо. Спасибо, коллеги. На этом объявляю заседание Совета депутатов в закрытом. Слушаю вас. Илья Валерьевич, вопросов куча. Начнем с того, вы видите, какая ситуация происходит. Представитель вашего движения готовы обеспечить представительство на заседаниях Совета депутатов. Я вам могу гарантировать, что по всем вопросам повестки дня, при желании, мы предоставим слово в соответствии со здравым смыслом. Устраивает вас такое? Полностью. Рад, что мы поговорили. Да, тоже. Спасибо. Спасибо вам. Вот так мы будем поступать с оппозицией в прекрасной России будущего. Вот так должен делать каждый политик. Ну, смотрите, Яшин же не умер от этого. Это его работа. Есть какие-то люди, которые им недовольны. Вот они ломятся в зал заседания. Они кричат, они стоят с плакатами против Яшина. Их движение называется против Яшина. Он посадил, поговорил с ним, ручку пожали, уже совсем другие интонации. Это работа нормального политика. И страна наша станет нормальной, когда политики к оппозиции, там, чиновники. Яшин, между прочим, он оппозиционер, но он муниципальный чиновник. Если вы живете в Москве, то он получает зарплату из ваших налогов. И в этом смысле он отрабатывает свою зарплату, потому что он даже с оппозицией общается так, как положено общаться с оппозицией. Наше время почти закончено. Он совсем маленькая тема. Возможно, вы уже прочитали в моем блоге. Ну, такая маленькая, приятная победа. Маленькая победа над идиотизмом. Вы видели эту фотографию, за которую нашего активиста в Архангельске. Это знаменитая фотография с Парада Победы. Его привлекли к ответственности за пропаганду нацистской символики. И он мог, вот сейчас его фотография, вы видите, он мог быть включен в список экстремистов. И я проводил специальную акцию против идиотизма, потому что тоже, честно говоря, взбесила известная военная фотография нашей истории. И эти идиоты, когда я говорю эти идиоты, это действительно все идиоты. ФСБ, МВД, суды, все задействованы. И на всех этих цепочках они сказали, ну да, вот человек повесил эту фотографию, она на учебнике истории. Значит, он экстремизм, его нужно покарать, наказать и оштрафовать. И после того, как мы запустили, я рассказал об этой истории, тысячи людей поучаствовали в акции против идиотизма, перевесив у себя в знак протеста эту фотографию. Вот сегодня в апелляционной инстанции его оправдали. Очевидно, под нашим давлением я вас всех с этим поздравляю. Давайте работать так, чтобы добиваться хотя бы маленьких побед над идиотизмом этой власти. Этих идиотов много, они на нас наступают, пока мы, увы, в целом проигрываем им. Но когда мы объединяемся, мы можем наносить идиотизму и идиотам довольно болезненные удары. Большое спасибо всем, кто смотрел. Увидимся в следующий четверг. Записывайтесь в наблюдатели. Будем ловить жуликов за руку. Счастливо. 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 Продолжение следует...